приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про малиновку и как на ней играть практически на всех танках на которых я в основном играю скорее всего разъезд с обеих рисков будет одинаковый я просто поеду на гору поскольку это самое удобное место для того чтобы поиграть в ближнем бою если выиграть на горе после этого можно вражескую команду зажать на базе что скорее всего приведет к победе поэтому это практически прямой путь к победе который лежит через гору на малиновке если мы играем на каких-нибудь л . конечно сначала лучше что-нибудь посвятить а потом уже заниматься горой а на ватных пт-шках воспользоваться засветом от л.т. ну вот практически на всех ст и т.т. я одинаково с обеих рисков поеду на гору ехать нужно пошире так чтобы вас не высветили на перекатке и не убили поэтому держимся от центра карты подальше чтобы нас не засветили вражеские л.т. когда мы подъезжаем к горе и начинаем подниматься вверх лучше ехать ближе красной линии поскольку поджавшись красной линии нас не будут высвечивать л.т.шки и быстрые танки не смогут по нам пострелять да и если есть арта она тоже по вам стрельнет по любому когда мы заезжаем на гору во первых нужно определить еще до того как мы начали подниматься стоит ли туда подниматься или нет если ваша команда не собирается ничего играть стоит на баске или стала в лесу то на гору в меньшинстве заезжать смысла нет мы разворачиваемся отправляемся в лес с обеих рисков на а4 там где-нибудь в лесу становимся и стоим весь бой ждем когда он закончится в принципе все дальше действуем по ситуацию смотря что там будет происходить с другого респа для другой команды в принципе расклад тот же самый разницы никакой в е0 возле камня в лес становимся и тоже стоим но если наша команда едет на мельницу наверх и союзников в принципе достаточно вас не будет слишком мало то спокойно туда едем подъезжаем к мельнице и начинаем сражение за то чтобы победить ни в коем случае сразу не падаем на нижний ярус на горе тут есть сверху мельница за которую нужно сражаться кто выиграет вверх тот скорее всего выиграет всю гору а потом после того как вы выиграете гору скорее всего вы играете и бой на этой карте в принципе плюс-минус все просто но опять же выигрывать нужно так чтобы это было не слишком дорого а то до конца боя вы не доживете если вы упадете сразу вниз камню и не будете разыгрывать верхний ярус мельницей скорее всего враги заметят это и кучей на вас упорится убьют после чего продавят нижний ярус камнем и от башни выйдут будет по жопам стрелять вашим союзникам поэтому делать этого не надо а лучше попытаться сразу проехать к мельнице если враги позволяют но если вы приехали позже и враги раньше стали возле мельницы не дают вам туда подъехать то можно спуститься чуть пониже постоять поиграть от башни если выбора особо нет но если ваш танчик от башни играет плохо возможно придется лучше уехать вниз вернуться в лес и просто стоять прикрывать своих союзников поскольку просто стоять умирать смысла нет если враги падают на нижний ярус камню на подъеме можно от башни их расстреливать и с одной и с другой стороны но будьте внимательны чтобы вы не подставлялись под врагов которые стоят возле воды на центре карты и они вас будут сдалека расстреливать там есть кусты и деревья из-за которых можно стрелять без засвета по крайней мере для левой верхней базы это рабочий вариант вот для правой нижней базы там нет таких кустовых деревьев поэтому придется светиться после того как вы выставляетесь стрелять ну а на фоне вы видите бой когда враги позволили заехать наверх по сути я был одним из самых первых кто приехал на мельницу из врагов там был всего лишь один кал иван у которого очень долгая перезарядка за счет чего я и воспользовался своим дпм нам орудием чтобы наказать всех врагов которые тоже пытаются подъехать к мельнице мельница является прекрасным укрытием от нее можно поиграть бортиком и реализовать свое орудие в этом бою я реализовал дпм ренегата по полной катушки и стрелял просто по кд плюс враг сделал замечательный мне трупик от которого я смог еще удобнее убивать врагов после того как выиграли гору не всегда стоит спешить и ехать просто прямо поскольку иногда это будет прямая поездка в следующий бой без каких-либо задержек но если нарастить преимущество и поставить по кимперить с горы если не надо ехать в дефить базу после этого можно как раз таки поехать в атаку если очень много и часто ездить на гору тренироваться внимательно смотреть что там происходит в каждом бою то путем проб и ошибок вы очень быстро научитесь играть эту карту и часто на ней побеждать стоять на баске на каких-нибудь там тяжах или стэшках это практически нулевой вклад в победу по сути это просто стоять и ждать с моря погоды а вот поездка на гору это очень огромный вклад в победу чем и нужно заниматься практически каждый бой просто в начале и середине боя не забывайте оценивать что происходит на мини карте и адекватно реагируйте на это также после того как вы играли гору не забывайте что у вас еще на другом конце карты есть база который надо нужно защищать если с ней все хорошо и преимущество вас бою в принципе есть то можем попробовать поехать посвятить с нижнего респа все это делается довольно таки просто вам нужно через свою сторону спуститься и упасть в ямку на d6 делать нужно это через верх через центр и из той ямки светить а вот для верхней базы поехать посвятить эта задача посложнее поскольку доехать до такой же ямки который находится на воде в е7 эта задача сложная если вы поедете через верх и будете светиться пока будете падать в ямку скорее всего вас база убьют сделать это довольно таки сложно такое можно делать только если врагов на базе нет и они где-то спрятаны в лесу на к 0 в самом углу карты такое принципе тоже бывает довольно таки часто либо можно спуститься к камню на е0 но места там очень мало поместится максимум один танчик это будет не сильно так комфортно да и под этим камнем нужно не забывать что с одной стороны он простреливается из коробников в общем и целом когда много раз играешь малиновку и едешь на гору кажется что каждый раз делаешь всегда одно и то же но по сути мелких различий очень много откуда можно стрелять откуда нельзя куда и в какой момент лучше всего поехать куда поджиматься можно куда нельзя да и каждая ситуация в бою требует своего решения никакого видео не хватит чтобы рассказать вам все эти мелкие подробности по сути просто должна присутствовать адекватность для того чтобы правильно всегда действовать и постоянный контроль мини карты чтобы понимать где враги и чем они занимаются накатывая количество заездов на гору вы потихоньку будете получать опыт где и как действовать самое главное это не падать сразу на нижний ярус камню иногда конечно можно с нижнего респа проехать через нижний ярус до самого конца и от башни пострелять по вражеским жопам но для этого ваши союзники уже должны забрать мельницу и врагов должно быть столько чтобы они не могли в легкую развернуться и не перепушить вас всех кто там находится на нижнем ярусе поскольку они попросту могут вас увидеть развернуться и просто въехать у вас и убить если их больше и так происходит практически всегда но если вы адекватный вы это и так поймете поскольку это очевидно основная масса ошибок на этой карте это ст и тт которые остаются там на базе заниматься ничем и не едут на гору даже попытаться сыграть на победу или танки которые едут на гору сразу падают вниз и возле камня все умирают вот так вот принципе я играю на малиновке практически на всех танках сам был арч карать красиво всем пока а Продолжение следует... Продолжение следует...